Я приветствую читателей нашего портала. Сегодня мы опросим жителей и гостей столицы по теме школьного образования, а именно уточним их выбор по языку обучения. Поддерживаете вы учебу русских детей в казахских школах? Мне кажется, свободный выбор должен быть. Настаивать, может кто-то не хочет. Это же добровольное, я думаю. Как можно заставить? Отдали бы вы своего ребенка первый класс в казахскую школу? Нет, у меня две дочки, они закончили русскую школу, потому что в казахских школах программа вообще слабая. Нету таких грамотных у нас. Даже вот сама программа ужасно отстает от российских программ. Я честно говорю, я знаю, что они закончили хорошо, обучили здесь классов и поступили. Сейчас, в данный момент, даже в казахских школах программа очень плохая. Столько ошибок, неграмотно. Как нормально отношусь. Должны знать казахский язык учителя все, потому что тут живем в Казахстане. Поэтому должны все знать казахский язык, кто учится. А вы отдали бы своего ребенка первый класс в казахскую школу? Он уже учится. В какой школе учится? В 2-м классе, но он в 30-й школе. Они казахский учат. В казахском классе? Нет, не казахский, но казахский учат. Английский казахский у них преподают. И дома нанимали репетитора, казахский учил. Поддерживаете ли вы обучение русских детей в казахских школах? Нет, конечно, не поддерживаю. Не поддерживаю, да. Это сильно, во-первых, нагладно, а во-вторых, для ребенка тяжело. Потому что русский, английский, еще казахский, это вообще, не знаю. Это общий вопрос. Ну, значит, вы не отдали бы своего ребенка первый класс в казахскую школу? У меня внучка идет в первый класс. Ну, не в казахскую школу? Нет, не в казахскую. Вот 27-я школа. 27-я. Ну, дочка у меня училась в первом классе. Очень плохо. И двойки ставили. Ну, сейчас она закончила медучилище. И отлично работает у меня. А вот внучка, я не знаю, как будет. А что может быть ненормального, если русский ребенок начнет познавать казахский язык? Так даже легче? Два языка, и русский, и казахский. Ну, как, я сам на юге жил, поэтому там очень много у меня друзей, которые действительно русский и казахский знают. Вот. Я сам тоже, как немец, я тоже казахский неплохо знаю. Мы же живем в Казахстане. И вы отдали бы своего ребенка первый класс в казахскую школу? Да, отдал бы. Без проблем. Только за. Я тем более живу, у меня школа прямо сзади меня казахская. Чтобы они изучали казахский язык, я абсолютно не против. Потому что они живут в Казахстане. Они должны понимать все. Но вот более углубленные предметы и все. Все-таки я воздержалась бы я от такого. Не отдала бы я своего ребенка. Но изучать казахский очень даже хорошо. Язык любой. Развивает только интеллект. И он никому не помешает. Тем более, живя в Казахстане. Многонациональная страна у нас, получается. Каждый должен знать свой режим языка, культуру. Все. Получается. А отдали вы своего ребенка казахскую школу? Мы сами учились в казахском школе. И русском учились, и казахском учились. Почему мы нет? Нужно, чтобы дети знали язык. Понимали. Мы же живем в Казахстане. А чем вы руководствуетесь при выборе языка для обучения? Даже не знаю. Но это же нужно в дальнейшем для детей. Казахский, английский. А вы отдали бы своего ребенка в первый класс в казахскую школу? Ну, насчет этого я не знаю. У нас просто школа здесь не казахская такая. Ну, мы ходили в казахский садик. Ну, у меня у самой сына ходит в казахскую группу. Садик, получается. Государственный садик. Я считаю, это нормально. А причина какая? Почему вы отдали именно в казахскую группу? Ну, причина такая, что если нам, допустим, не удалось выучить казахский язык в свое время, то я считаю, что наши дети должны знать казахский язык. Так как мы живем в стране Казахстан, как бы, и государственный язык считается именно казахский язык. Поэтому я полностью за это, что наши дети должны знать казахский язык, несмотря на национальность и все остальное. Пускай обучается. Это хорошо знать много языков. Это очень даже хорошо. Ну, это хорошо, когда русского ребенка отдают в казахскую школу. У него есть возможность познать в совершенстве казахский язык.